В Алматы назревает коммунальный скандал. В ближайшее время некому будет щечать улицы города от мусора и пыли. В назревающем коммунальном коллапсе дворники винят стражей правопорядка. Говорят, что полицейские буквально завалили их штрафами за нарушение правил дорожного движения. Почему рабочие вынуждены нарушать ПДД? Наталья Кутлина. Водитель поливальной машины Наур-Избек Курдикбаев ищет новую работу. Мыть улицы города для мужчины не по карману. В этом месяце из зарплаты 80 тысяч тенге почти половину ему придется отдать на погашение штрафа. А все потому, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как машина не раз пересекала двойную сплошную линию. Но без этого помыть хорошо улицу просто невозможно, уверяет Наур-Избек. Бывает, что на остановках вынуждены останавливаться под светофором на стоп-линии. Но без этого никак. У нас работа такая. Но не все это понимают. Частые увольнения в коммунальном предприятии Алматы-Тазалык давно стали нормой. Здесь сетуют, что с начала зимы и по сегодняшний день водителей машин по уборке улиц оштрафовали на миллион 200 тысяч тенге. Например, за то, что они останавливаются подобрать мусор в неположенном месте. Но платить из своего кармана за это коммунальное предприятие не может. Иначе убирать улицы города будет попросту не на что. Поэтому санкции за нарушение ПДД тяжелым бременем ложатся на простых сотрудников. Я считаю, что эта работа должна быть поставлена как-то избирательно. Не присылать и не выносить постановление о штрафах тупо, как это делает машина. То есть здесь должен быть участвовать какой-то человеческий фактор. Если это происходит во время работы, то, соответственно, значит, какое-то дело снижение. Не меньше хлопот присылаемые полицейскими штрафы доставляют и сотрудникам скорой помощи. Эта проблема не может решиться здесь уже более пяти лет. Чего только не требовали стражи правопорядка от водителей взамен на списание штрафа. Медики рассказывают, их просили даже предоставить объяснительно от больных и врачей. Но сейчас работники спецмашин и полицейские пришли к общему соглашению. Для ликвидации штрафа необходим лишь минимальный пакет документов. Психологически все равно, даже то, что человек отрывается от своих дел, от работы в смену, должен приезжать ко мне и в прошествии 10-15 дней вспоминать, что было, при каких обстоятельствах. Это неудобство. Но, как нам заверили, что это невозможно, что это надо. Ну, надо, значит, мы делаем. Решать проблему со штрафами в мегаполисе коммунальщики и сотрудники специальных служб предлагают на уровне парламента. По их мнению, на законодательном уровне для них нужно упростить систему видеоконтроля в Алматы. А именно, в базу данных полицейских необходимо добавить сведения всех специальных автомашин города. И тогда штрафы перестанут приходить на адреса специальных служб. И они смогут заняться уже своей основной работой, а не решением бюрократических вопросов. Сами полицейские в свое оправдание заявляют, перед законом все равны. И камеры видеонаблюдения не различают, что именно за машина нарушила ПДД. Поэтому, если кто-то считает, что наказали его лишь за то, что он спешил спасать чью-то жизнь, или сделать наш город еще чище, то пусть это докажет. В УДП заявили, внести в базу данных сведения о всех спецмашинах города невозможно. Это противоречит закону. Да и полицейские не верят в сознательность водителей мусоровозок, поливальных машин и скорой помощи. Поэтому они настаивают решать вопросы со штрафами персонально. А коммунальным службам уже в ближайшее время список документов для списания штрафов обещали сделать минимальным.